МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-3 продолжает программа Де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Убийца гомельского таксиста задержан и находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители усилили работу по пресечению фактов продажи и хранению наркотических средств и некурительного табака на свай. Республиканская декада гостехосмотр. Рейдовые группы выявляют автовладельцев, не прошедших технический осмотр своих автомобилей. В Гомеле задержали предполагаемого убийцу таксиста. Мужчина арестован и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Напомним, 18 марта областной центр потрясла новость о циничном убийстве водителя такси, тело которого было найдено в лесном массиве неподалёку от деревни Сосновка. Правоохранителям удалось задержать преступника по горячим следам. Поиски пропавшего таксиста начались со звонка в милицию его супруги. Женщина забеспокоилась, что в назначенное время муж не вернулся домой, а его мобильный оказался вне зоны доступа. Правоохранители проверили информацию и стали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря тому, что транспортная компания использует GPS-навигацию, сразу удалось значительно сократить территорию поиска. Сотрудники сразу нескольких подразделений милиции совместно с общественностью и коллегами пропавшего таксиста начали проводить комплекс мероприятий по розыску пропавшего. В результате днём 18 марта труп мужчины был найден в лесном массиве недалеко от деревни Сосновка, заваленный ветками с признаками насильственной смерти. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. После сбора первичной информации был разработан комплекс мероприятий с участием сотрудников Следственного комитета, Уголовного розыска и Комитета судебных экспертиз, благодаря чему оперативно удалось разыскать и автомобиль погибшего. Автомобиль был обнаружен в нескольких километрах от места обнаружения трупа пропавшего таксиста. Также был задержан 37-летний житель Гомельского района, который непосредственно подозревается в совершении данного преступления. Очевидно, что преступление имело корыстный мотив. Однако его подробности пока не разглашаются в интересах следствия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Таксисту, которого он лишил жизни, было 40 лет. В интернет попали кадры похоронной процессии убитого мужчины. В знак солидарности и скорби о погибшем в ней приняли участие около 200 водителей такси. По информации очевидцев, вереница автомобилей достигла протяженности почти в километр. В Гомеле правоохранители стали чаще фиксировать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних. На днях сотрудниками городского отдела Следственного комитета в суд было передано уголовное дело о группе подростков, которые систематически занимались распространением спайсов, а некоторые из фигурантов банды наркоделеров и сами были не прочь побаловаться травкой. За молодыми людьми сотрудники отдела по наркоконтролю следили несколько месяцев. В итоге из трех предполагаемых наркозбытчиков сначала были задержаны двое, а через несколько месяцев в поле зрения милиции попал и оставшийся участник преступной группировки. Двое из членов банды – воспитанники средней школы, третий – учащийся среднеспециального учреждения образования. Подростки работали на интернет-магазин по реализации синтетических курительных смесей. Попались на распространении закладок. На вопрос, зачем им это было нужно, все как один ответили, что стали заниматься спайсами из-за денег. В итоге заработали себе дурную репутацию и поломали жизнь. За незаконный оборот опасных психотропных веществ им грозит до 15 лет лишения свободы. Количество уголовных дел увеличилось, изменился контингент, занимающийся незаконным сбытом наркотических средств. В большинстве своем попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов лица, не достигшие возраста 18-летия, совершеннолетия. Правоохранительные органы также отмечают и рост количества случаев выявления незаконной транспортировки, хранения и продажи на территории Гомельской области некурительного табака на свай. С начала года сотрудниками органов внутренних дел составлено 6 протоколов по статье «Незаконная предпринимательская деятельность» в отношении лиц, занимающихся реализацией некурительного табака, и 7 протоколов по статье «Незаконное перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукций, спирта, сырья и алкогольных напитков». Постоянно проводятся рейдовые мероприятия. Самый злободневным у нас является центральный рынок, где в основном он распространяется. Сотрудники выходные дни, праздничные, будние выходят, работают, задерживаются лица как за хранение данного насвая и также за его реализацию. Крывая дорожка начинается от малого. Сегодня попробовал насвай, завтра марихуану, а далее попробовал более тяжелые наркотики, ну, соответственно, совершаются дальше преступления. Еще и экономическая составляющая, то есть как бы люди занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, деньги не поступают в бюджет страны, наносится экономический ущерб. Но прямые потери государства можно сказать ничто по сравнению с косвенными. Употребление насвая очень сильно сказывается на физическом здоровье человека и сопровождается ухудшением памяти, отклонениями в психическом развитии, заболеваниями слизистой оболочки рта, гортани, желудка, повышенным риском онкологических заболеваний, вегетативными нарушениями, парадонтозом. Установлено, что раковые заболевания у употребляющих насвай встречаются на 80% чаще, чем у обычного человека. По результатам составленных протоколов уже изъято более 300 килограмм вредного вещества и в последующем такая работа будет продолжена. Сделал подарок ко дню рождения. В Гомеле 60-летний отец ударом нажав сердце убил собственного сына. Как оказалось, криминальному поступку предшествовала сильная ссора, которая возникла на почве распития спиртного. Сын вместе с отцом второй день отмечали свой день рождения. И, видимо, постепенно праздничный настрой сменился на суровый будничный. Вместо слов поздравлений и застольных песен, сын и отец припомнили друг другу давние обиды. После чего последний пошел на кухню и выбрал самый длинный нож. Продолжение истории у наших корреспондентов. Всему виной длительное хмельное застолье. Если, конечно, несколько бутылок водки и закуску в виде хлеба можно назвать нормальным праздничным столом. Все происходило в пьяном бреду. Как схватился за нож, отец не помнит. Но следователям удалось поэтапно восстановить картину произошедшего. Сын и отец находились дома по месту жительства в центральном районе города Гомеля. В ходе внезапного снижения конфликта на фоне распития спирсных напитков отец взял кухонный нож и нанес один удар в область сердца своему сыну. Ранение оказалось смертельным. После него потерпевший прожил всего несколько минут, успев только душераздирающим криком позвать в комнату мать. Женщина вызвала милицию и стала ожидать ее приезда с умирающим сыном на руках. Сожалеет о произошедшем, однако пояснял, что нанес ему удар случайно. Сын сам напоролся на нож в ходе конфликта. Сразу после убийства отец выбросил нож в окно, решив, видимо, таким образом замести следы преступления. Однако доказательства были повсюду – следы крови на полу, на стенах и на одежде главы семейства. Позднее следователи нашли во дворе и выброшенное из окна орудие убийства. Против обезумевшего отца начался уголовный процесс. Уголовное дело возбуждено в отношении лица по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь убийства. Наказание предусматривается по этой статье от 6 до 15 лет лишения свободы. Что интересно, в последующем аналогичный случай произошел и в Мозыре. Только на этот раз участниками далеко не безобидной ссоры стали дочь и ее мать. Последняя в порыве гнева схватилась сначала за сковороду, нанеся своей 30-летней дочке сначала множественные удары в область головы, а затем за кухонный нож, видимо, чтобы довести начатое до конца. В итоге для потерпевшей потасовка закончилась реанимацией, а для ее матери – следственным изолятором. Женщина пояснила, что таким радикальным способом она решила раз и навсегда наказать дочь за непутевый образ жизни. 22 марта в деревне Гостевель Реческого района дважды тушили пожар в одном и том же доме. В первый раз пожарных не вызывали, во второй оказалось слишком поздно. По прибытию подразделения МЧС обнаружили в доме труп хозяина. Около 9 часов вечера накануне трагедии местный житель обратился к соседу с просьбой посмотреть, откуда в доме дым. В комнате тлела часть потолочного перекрытия рядом с дымоходом печи. Сосед самостоятельно потушил огонь, вылив ведро воды. После оставил два полных ведра хозяину и ушел домой, предупредив, что разгорание может повториться. Около 2 часов ночи жена соседа проснулась от треска горящего дома. Вызвав подразделение МЧС, они ожидали прибытия спасателей, так как в охваченный огнем дом уже возможностей попасть не было. После ликвидации пожара среди пепелища был обнаружен труп хозяина, погибший, по словам соседа. Находился в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, сразу уснул после его ухода домой. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Исходя из экспертной практики исследования пожаров, связанных с печным отоплением, большинство данных пожаров происходит из-за нарушения правил устройства отопительных печей в части несоблюдения нормируемых расстояний от конструктивных элементов печей до сгораемых веществ и материалов, а также нарушение правил эксплуатации отопительных печей в части перекала данных устройств, эксплуатация отопительных приборов с наличием сквозных отверстий и трещин, использование для розжига указанных приборов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. МЧС напоминает, в случае любой чрезвычайной ситуации не стоит бояться звонить по номеру 101 или 112. Спасатели всегда готовы прийти на помощь и проконсультировать, как правильно вести себя до их прибытия. С начала этой недели и по 30 марта включительно по всей стране проводится республиканская декада гостехосмотр. В одном из рейдов по выявлению нарушителей на территории Гомельской области побывала наша съемочная группа. Статистика свидетельствует, что от 17 до 23 процентов автовладельцев ежегодно игнорируют процедуру гостехосмотра, оставляя без внимания не только техническое состояние своих автомобилей, но и безопасность пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Рейдовые группы, в состав которых вошли представители ГАИ, транспортные инспекции и унитарное предприятие «Белтехосмотр», в первую очередь обращают внимание на автомобили, эксплуатирующиеся без разрешительной наклейки на ветровом стекле. Также останавливаются транспортные средства, имеющие явные несоответствия внешнего вида. Многие водители, которые не прошли гостехосмотр, сотруднику ГАИ говорят, что не забыли сертификат о прохождении гостехосмотра дома. Однако у сотрудников ГАИ в настоящее время есть возможность проверить, действительно ли водитель забыл его дома, или он все же не прошел гостехосмотр. В зависимости от того, какой результат даст база, водитель привлекается к административной ответственности либо за непрохождение гостехосмотра, либо за то, что он забыл документы дома. Стоит напомнить также водителям, что в правилах дорожного движения предписано определенный перечень документов, без которых управление транспортом запрещено. А я с вами прощаюсь. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин